Кстати, ребята, кто не в курсе, сейчас Рождественский пост или Филиппов пост, он идет до 6 января, начинается 28 ноября. Я мясо не ем, яйца не ем, рыбу можно по некоторым дням, сегодня у нас рыба, салаты, картошка, чистое здоровье. Берегите себя, делайте разгустки для организма хотя бы раз в год. Пост это не только религиозное выполнение, так скажем. Православных людей и сохранение своего здоровья. Пойдемте принимать обед и дальше пойдем на палубу, посмотрим, как у нас матросы готовят экскаватор к выгусту. Повар, кстати, у нас сегодня приготовил еще такой вот чизкейк. Каждый день что-то новое от него вижу. Классный, классный повар. Вот я вышел на палубу, уже подготовлен здесь шланг, солярка заправляется вот с него в бак. Экскаваторы всегда стараются, они в корме даже бывают, на выгрузке заканчиваются, бывает даже приходится крышки закрыть, чтобы он подъехал поближе. Чтобы ему удобно было. Заправляет. Что у нас за шланг идет? Тоже что-то идет. Подзарядка аккумулятора. Этот шланг, что-то я не пойму. С воздухом что ли? А, продувает радиаторы. Продувка, потому что пыли очень много, нужно это выполнять. Как выглядит кабина экскаваторщика нашего. Красота! Работа в принципе не пыльная, что зарплату хорошую платят. Порядка, ну почти 3000 долларов. Матросом, данным. Это вообще очень большая редкость. Так. Смазка граба. Тоже производится. Раз в неделю. Может быть чаще. Hello, Noel. Грязинг, грязинг. Серж Сиа Волф. Серж Сиа Волф. Потому что я подписываю. В YouTube или в Facebook? В YouTube. Да, я буду найти. Дальше. Следующий. Следующий. Да, да. Я буду найти. Чтобы вы получите подписку. Да, да. Так, ну что дальше? Еще один подписчик. Смотрите, какой красивый вид открывается. Норвегия. Идем сейчас на север. Погодка вообще просто шепчет. Через час я буду бегать. Пока есть возможность. Потому что в Балтике мне уже написали, что сейчас погода не очень. А здесь вот такая вот красота. Но это ненадолго. Затишье перед бурей. Наша задача сейчас успеть выгрузиться в халсе. 2 500 тонн. Потом мешков 166. Потом пойдем в нашу Бернесет. Сутки перехода. Дальше на Норвегию. Туда. Выше на север. Там тоже 2 500. И 222 мешка. Сколько времени. На каждой порте это сутки. Да, на выгрузку. Если погода хорошая. Дождя нет. Вот. Переходы. Потом опять порт погрузки. Хаммерфал. Кто не видел. Листайте лиже у меня, да? Ниже. Лиже, блядь. Листайте ниже. Плейлисты. Смотрите. Там, в общем, есть обзор порта. У меня есть отдельный плейлист. Именно порты. Суда. И так далее. Там что-то еще. В общем, в него заходите. Находите этот Хаммерфал. И полностью обзор есть. Вот. Потому что постоянно там грузимся. Достаточно интересно. Грузимся и на Амстердам. Там я уже в Амстердаме планируюсь меняться. Так. Что мы видим здесь? Бабкат тоже так же готовится. Заряжают аккумулятор. Не знаю. Здесь проблема какая-то. Постоянно разряжается аккумулятор. Вроде генератор. Здесь новый ставили еще в том контракте. Все равно проблема. Что вот на этом судне, что на другом. Постоянно. Заряжать нужно. У них какая-то болезнь. Хотя вот этот Бабкат достаточно в хорошем состоянии. Никаких претензий к нему нету. Работают отлично. Придали. Все реагирует четко. Да. Кровец моторчик небольшой. Техника очень надежная. Она работает реально на износ. Вот. И что выдерживает? Колеса недавно меняли. Передняя новая. Ну давай. Сейчас у нас в запасе получим. Еще одно здесь в запасе стоит. Сама кабина. Стекло обычно здесь, да, тоже находится, чтобы пыль сильно не летела. Но его убирают. Потому что постоянно надо выходить, помогать из кабины. Поэтому его убрали. Ну вкратце и так вам показал. Немножко здесь. Удобный гараж. Помимо того, что у нас здесь Бабкат, у нас еще и гараж здесь. Если на прошлом судне на суле у нас не было. То есть его тупо хранили на открытом воздухе. Что тоже не есть хорошо. Постоянно там моют. Вода попадает. Соленая. Вот. Соответственно. Гниет. Гниет. Ржевеет. Клапкат. Электрикой проблемы начинаются. Какие, кстати, там и были. Никак не могли решить. Эх, красота. Пойдем еще на бак. Посмотрим. Ух, такая зыбка идет. Мы, кстати, сейчас погружены. Погружены мы нормально. Дифферент у нас почти метр. В нашей компании, в общем, судовладелец любит 10-20 нанос. Типа скорость быстрее. Но я с этим не согласен. Капитан тоже не согласен. Но тем не менее мы все грузимся. Стараемся грузиться так. Ну, данная погрузка другого варианта нам не дала. Потому что, ну, вот такой такой расклад. Кто видел, какая, ну, что именно мы делали, да, где у нас мешки лежали, где балк. Кто понимает, тот понимает. Что на ровный дифферент не выйдешь. Северное море. Хотя здесь уже не северное, а уже, наверное, норвежское. На границу все никак не могу я посмотреть, где именно начинается норвежское. Красота. Вот такое вот сегодня короткое видео, друзья. Увидимся в следующих. Каждый день не получится, конечно, но буду стараться. Сегодня вышел на тренировку немножко поздновато. Не рассчитал, что идем на север и темнеет уже быстрее. Как минимум на полчаса. Буду бегать полтора километра. Хочу вам сказать. Спорт – это способ, так скажем, завести свой организм вместо кофе. Я вам советую, друзья, лучше пробежать полтора километра, чем выпить чашку кофе. Это будет намного больше пользы. Возьмите на заметку. Пробежали. Ускорение. Десять туда-сюда. И все. Сразу будете чувствовать себя отлично. Все, всем пока. Хорошего настроения.